Привет, друзья! Сегодня необычное видео, один из зрителей на канале, я ремонтировал мышку, он посмотрел это видео, как ремонтировать мышки, и мне написал, вы не можете мне отремонтировать мышку. Ну, естественно, блин, в диалоге, я говорю, это будет слишком дорого, он сколько будет стоить ремонт, я говорю, сами понимаете, что Почта России бесплатно не повезет, туда-обратно это 600 рублей, плюс нужно купить кнопки, у меня нету кнопок, потому что я их все израсходовал. Вот, кнопки, говорю, на Алиэкспрессе в районе 500 рублей стоят, плюс пересылка 600, это уже, плюс пакеты запаковка, и того там набегает кругленькая сумма, он говорит, а сколько еще там за ремонт, я говорю, ну, блин, за ремонт, я говорю, тут уже как бы мышка стоит там, грубо говоря, 4000 рублей, сколько брать за ремонт, блин, она же не может стоить ремонт по устоимости мышки замена двух кнопок. И, естественно, с ним в диалоге, я говорю, давайте сделаем так, я поменяю вам кнопки, вы купите кнопки, при этом две кнопки установлю вам, а три кнопки останутся мне. Вот, вроде бы мы с ним поговорили, на этом моменте мы как бы сошлись, он отправил мне деньги, я заказал на Алиэкспрессе кнопки и жду их поступления. В это время он запаковал мышку и отправил ее ко мне, ехала она там недели три, грубо говоря, неделю назад, наверное, может чуть больше, приехала она ко мне, но кнопки еще в пути, пока что только в России, в Россию приехали из Китая. Вот, ждем, пока они там растаможатся, пока почта России довезет до моего города, и вот сейчас я разбираю мышку, посмотреть, что там на самом деле. Итак, раскрутили, открыли, разъем этот снимается туго, довольно-таки качественно сделан разъем, обычно это происходит вот так вот, но нет, 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 уже крепко они сидят, поэтому придется все-таки отгибать. Есть какой-то чересчур разъем такой жесткий, его просто так не снять, обычно такие разъемы просто потянешь, и он как бы отщелкивается, и его можно спокойно отсоединить. Итак, давайте я сейчас, не снимая платы, попробуем снять верхнюю часть кнопки. Здесь нужно быть аккуратным, потому что на плате установлены два резистора, два чипа, не резистора, один чип, один конденсатор, размер 0.2-0.4, они слишком мелкие, и легко их можно просто сорвать с места и повредить, естественно. Итак, сняли верхнюю крышку, теперь давайте посмотрим. Ну да, вон все черное. Почему Logitech использует такие кнопки, я не знаю, они не покрытые, контакты вообще никак не посеребренные, ничем просто галимая латунь. После пайки они становятся черными, латунь сама по себе, и плюс еще природный фактор в воздухе, влага и тому подобные вещи приводят вот к такому кнопке. Кнопка черная, поэтому там нет четкого контакта, так как кнопка прилагается, два контакта без какого-либо усилия, такого жесткого, когда может появиться контакт. Ну, собственно говоря, вот оно, то самое, от чего и получается дабл-клики. Можно почистить, но это, конечно, временное решение, на месяц, на два, а потом придется опять ее разбирать. Как бы такой вариант не очень подходит, потому что слишком много за доставку. Итак, вынимаем клин для того, чтобы снять колесико. Так, здесь нужно аккуратно сзади поддеваем, спереди у нас находится пластинка, два отверстия, и там вставлены две мелкие пружинки. Вытаскиваем эти пружинки, но нужно быть очень аккуратным. Купачки. Улетело. Так, вытаскиваем вторую. Главное их не потерять, потому что эти пружинки очень важны. Они держат колесико для того, чтобы отходить от кнопки. Так, теперь нужно открутить металлическую пластину. Она держит колесико, чтобы оно не вылетало вверх. Прикручено на два самореза. Да, два самореза, потому что пластик вкручивает саморезы, не болты. В пластике нет резьбы, поэтому туда вкручивают саморезы, а не болты. А то скажут, что ты называешь саморезами. Уже было такое, правда. Так, теперь нам нужно снять вот этот вот разъем, распаять его и поднять плату вверх. Наносим сюда флюс. Много не надо, ну и немалое количество для того, чтобы четко все снималось. Если нанести мало, будет тянуться припой и очень трудно будет снять данную плату. Делать это нужно, конечно же, если у вас есть опыт. Если нет опыта и советский паяльник, то вероятность того, что вы повредите дорожки, оторвете и ваша мышка придет на негодность, очень велика. Здесь нужно, конечно, опыт и умение. Так как я работаю с паяльником 8 часов в день, 5 дней в неделю, и уже это лет 20-25, поэтому для меня это не составляет труда снять вот таким вот методом. Здесь нужно прогревать аккуратно, все полностью контакты нужно нагреть для того, чтобы аккуратно снять. Припой должен быть разогретый, иначе будем тянуть, будем сильно сжать паяльником. Повредим только, больше ничего хорошего у нас не получится и не выйдет. Итак, оп, и все. Одним движением буквально заняло тут 30 секунд, и мы нормально, аккуратно сняли плату без каких-либо, но и ограничений. Теперь нужно... Ой, камера шатнулась. Теперь нужно аккуратно распаять все отверстия, убрать лишний припой, чтобы у нас были чистыми отверстия. Ну, извините, стол, камера шатается. Стол шатается, камера болтается, поэтому так получается. Так, сейчас уберем весь припой. Надо как-то камеру будет пересмотреть, закрепить покрепче, чтобы такого не получалось. Ну, я думаю, это не страшно. Итак, очистили мы все отверстия. Теперь мы сможем эту плату установить назад без каких-либо проблем. Вот, можете посмотреть. Оп, все отверстия аккуратно сняты припой, все чистенько, все аккуратненько. Теперь осталось снять три кнопки, три контакта. Сейчас я покажу, как это делается. Довольно-таки просто, если, конечно, иметь чуть-чуть мастерства. Наносим флюс и начинаем разогревать сначала два контакта, потом соседние два контакта. Два контакта, соседние два контакта. Кнопку сняли. У меня так получается с легкостью, потому что действительно есть большой опыт работы с паяльником. Люди, не забывайте. Припаять легко, а вот отпаять. А вот отпаять тут уже нужно чуть-чуть иметь опыт. Если нет опыта, то это будет печально. Главное не тянуть, главное не давить паяльником, потому что, если вы будете давить, вы только испортите покрытие дорожек или повредите саму дорожку. Так как дорожки очень тонкие, сами понимаете, поэтому повредить на текстолите тонкий слой меди очень легко. И особенно, если плохое качество текстолита, самой платы сделано, то это вообще прям без проблем. Если собран на гетинаксе, то там на гетинаксе чуть-чуть перегрело, они прям отрываются на изи. Так, очистим флюс лишний. Потом, конечно, после того, как я его буду собирать, я все это помою. Итак, плату разобрали, все сняли. Теперь осталось показать более подробно саму кнопку. И сейчас я как раз продемонстрирую. Я купил еще в нашем магазине радиоэлектроники советские кнопки, по-моему, хотя, может, и не советские. Итак, две кнопки. Это черные из Logitech, из мышки, разобраны полностью. Видим, да, что есть разводы от нагрева, от паяльника, как она припаивается. Латунь окислилась. А вот эта вот кнопка, это уже кнопка, которая действительно кнопка. Покрытая она посеребренная. Мы можем видеть контакты латунивые, но покрытые серебром. Данная кнопка белая, конечно, более качественная. И она, скорее всего, будет служить долго и верой. Причем, скорее всего, наверное, в дешевые мышки ставят вот те вот белые кнопки. Но при этом качество данных кнопок на высшем уровне. Значит, жду кнопки, и будет продолжение этого видео. И после с отправкой я надеюсь, что получатель снимет видео и покажет нам, как это все на самом деле к нему пришло. И посмотрим через некоторое время его, конечно, отзыв, ответ. А на этом у меня все. Всем до новых встреч. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok